И сейчас об еще одной животрепещущей для россиян теме. Улететь за границу сразу же после оплаты долгов в аэропорту нашим согражданам пока не удастся. Требуется более глубокая настройка системы электронного документа оборота между различными структурами. Поэтому гасить долги придется заблаговременно. Об этом не только. В интервью нашему каналу в преддверии своего профессионального праздника рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов. Дмитрий Васильевич, приветствую вас. Спасибо, что нашли время для нашего интервью. Во-первых, конечно же, поздравляю вас с грядущим праздником. Вначале хочу вот о чем спросить. Сейчас очень много мы слышим о том, что российские власти взяли курс на развитие цифровой экономики. Конечно же, и для Федеральной службы судебных приставов это большое подспорье, электронный документ оборот и все прочее. Но с какими ведомствами приходится все-таки работать по старинке? С какими сложностями в процессе этого перехода сталкиваетесь? Действительно, мы отмечаем День судебного пристава. 1 ноября Институту судебных приставов России исполняется 153 года. Он существовал достаточно давно. И в результате реформ Александра Второго, судебной реформы, в первую очередь, функционирует уже отдельная организация, работают судебные приставы. Что касается вашего вопроса, действительно, Россия развивается в цифровом мире, и Федеральная служба судебных приставов не может отставать от этого тренда. Хотел бы обратить внимание, что у нас автоматизированная информационная система действует уже с 2009 года, и мы постоянно наращиваем свой электронный потенциал. Сейчас в том числе обсуждается вопрос нашего участия в федеральной программе «Цифровая экономика». Чем это вызвано, развитие информационных технологий? В первую очередь, конечно же, увеличением числа исполнительных документов, которые ежегодно поступают к нам в службу на исполнение. По прошлому году это число превысило более 80 миллионов исполнительных документов, а за последние три года их количество увеличилось более чем на 20%. Это первая причина. Растет нагрузка, растет оборот, соответственно, этот оборот, этот большой объем данных нужно обрабатывать. Эти технологии у нас уже активно реализованы и развиваются. Так, например, нами осуществляется обмен более со 100 кредитными организациями в электронном виде. Мы направляем электронные запросы и выясняем наличие счетов и денежных средств на них у должников физических и юридических лиц. Например, по прошлому году таких электронных запросов было отправлено более 2,5 миллиардов. Кроме того, у нас налажен межведомственный электронный документ оборот с нами основными партнерами, органами государственной власти. В первую очередь, это, конечно же, Государство инспекции безопасности, Дорожного движения, Министерство внутренних дел и Федеральная налоговая служба. Все свои постановления на электронное исполнение к нам, они направляют исключительно по каналам связи в электронном виде. А какой будет еще следующий шаг на этом электронном пути цифровизации? Если фактически мы оцифровали, если можно так сказать, все постановления уполномоченных органов, то сейчас стоит главная задача оцифровать, перейти в электронную форму решения судов, то есть решения, которые выносит судебная система. К сожалению, сейчас пока у нас с ними документальный бумажный документ оборот, поэтому это наша главная основная задача. И, кстати, она уже решается. В этом году у нас в пилотной зоне эксплуатации электронного документа оборота вступил Московский городской суд и более 400 участков мировых судей, которые расположены в городе Москве. И нами проводится активная работа, чтобы этот положительный опыт, а мы его оценим как положительный, распространить на всю страну и работаем с другими субъектами Российской Федерации, для того, чтобы они подключали свою мировую юстицию к нам, для электронного документа оборота по вынесенным этими судами судебным решениям. Также мы взаимодействуем и с Верховным судом Российской Федерации, чтобы подключить в электронном обмене также суды общей юрисдикции. Это федеральные суды. Ну, один из первых вопросов, который возникает, когда слышишь «Федеральная служба судебных приставов», это, конечно, ограничение на выезд за границу, возможно, ограничение в случае каких-то задолженностей. Расскажите, какие изменения вот в этой системе происходят, происходят ли? Можно ли сейчас, например, эти ограничения снять непосредственно в аэропорту? Как вообще эта система развивается? Действительно, для граждан, в первую очередь, граждан нашей страны, это самый, наверное, актуальный и больной вопрос, потому что ограничение перемещения, ограничение свобода, перемещение – это основное конституционное право гражданина. И первое интервью, которое я давал при назначении на должность, тоже было вашему каналу. Я как раз говорил, что стояла основная задача – сократить срок снятия ограничения до 1-2 суток. Если вспомнить недалекое прошлое, то начало 2017 года этот срок составлял более 10 дней. Сейчас этот срок составляет 1-2 дня. Но, к сожалению, многие задают вопрос о том, что если человека остановили на границе по причине наличия у него долга, чтобы снять ограничения в аэропорту, к сожалению, технологическая возможность этого пока не позволяет. Поэтому всем гражданам нашей страны перед выездом за пределы Российской Федерации, чтобы не расстраиваться в аэропорту, мы рекомендуем пользоваться основным нашим открытым ресурсом – банком данных, который доступ обеспечивается через сайт нашей службы для того, чтобы проверить накануне выезда о наличии у себя долгов. Я думаю, если все будут дисциплинированно это делать, то никаких инцидентов на границе быть не может. Но, тем не менее, работа по моментальному снятию ограничения, по факту оплаты будет продолжена. То есть в перспективе это все-таки может быть возможно? Здесь в этом процессе участвует не только Федеральная служба судебных приставов, здесь участвуют операторы моментальных платежей, кредитные организации, государственная информационная система о государственных муниципальных платежах, пограничная служба ФСБ России. То есть очень много участников этого процесса. Сейчас мы отрабатываем со всеми участниками процедуру быстрого передачи в электронном виде информации, как о наложении, ограничении на выезд, так и о его снятии. Я думаю, что в ближайшей перспективе этот срок будет сокращаться. Что касается системы электронного взыскания, пока еще, наверное, она далека от идеала. Здесь тоже есть над чем поработать. Встречаются и ошибочные штрафы, и какое-то специальное списание социальных пособий, некие двойники. Вот какая здесь работа над ошибками ведется? Действительно, любая система, в основном электронного взыскания, она, к сожалению, имеет свои издержки. И это очень неприятно, потому что эти издержки затрагивают, в первую очередь, права наших граждан. Поэтому, естественно, любой государственный орган, обеспечивая защиту этих прав, должен минимизировать, а в идеале устранить все эти ошибки. И такая работа тоже была проделана и делается сейчас. Что касается административных штрафов, то ошибка идентификации должника уже исключена полностью с 31-го или текущего года во все постановления о привлечении к административной ответственности. А в основном для граждан это штрафы ГИБДД. Идентификация, она однозначна, и ошибок уже не происходит. Это связано с тем, что в эти постановления вносится дополнительный идентификатор, один из перечня, это либо ННН, либо СНИЛС, либо номер водительского удостоверения, либо номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Естественно, это уникальные вещи, и задвоение здесь быть не может. Остался вопрос идентификации должника по судебным решениям. Сейчас в рамках совершенствования действующего законодательства, в первую очередь, гражданско-процессуального кодекса, арбитражно-процессуального кодекса, мы стараемся ввести дополнительный идентификатор и в судебные решения. Я думаю, в ближайшей перспективе мы эту работу должны закончить совместно с заинтересованными органами и организациями. Вот как можно узнать о том, есть ли в отношении тебя исполнительное производство? Вы уже частично упомянули, есть у вас сайт, есть также специальное мобильное приложение. Но все-таки для того, чтобы зайти на сайт или скачать мобильное приложение, нужно предпринять некие усилия. Прорабатывается ли вопрос оповещения, например, через СМС, о том, что такая работа в отношении гражданина ведется, и что у него есть вероятность, например, не улететь, если он собирается куда-то? Действительно, открытость информации – это главная задача. Чтобы человек в режиме онлайн знал о текущей ситуации со своими долгами. Вот тот ресурс, о котором вы говорили, банк данных исполнительных производств, он действует уже с 2013 года. И более 80 миллионов посещений ежегодно на счетчик показывает, пользуется очень большой популярностью. Там можно посмотреть любую информацию о своем долге. Ресурс открытый, простота интерфейса и не занимает много времени. Кроме того, есть мобильное приложение, как вы отметили, тоже пользуется большой популярностью. Но есть еще одна опция, она предлагается при посещении этих ресурсов, подписки на уведомления о поступлении исполнительного листа нам в службу. То есть, поставив соответствующую отметку, введя свой номер, в том числе электронной почты, либо телефона, человек будет в автоматическом режиме нашей системы информироваться о поступлении долга к нам на принудительное исполнение. Единственная наша задача состоит сейчас в том, чтобы вот эти смс-уведомления, которые уже приходят нашим гражданам, по их желанию сделать юридически значимыми. Когда мы говорим о развитии новых технологий, в том числе цифровых технологий, часто сейчас различные ведомства сталкиваются с кибератаками. Насколько в этом смысле вы защищены и вообще сталкивались ли когда-либо с чем-то подобным? Вы знаете, мы очень тщательно наблюдаем за активностью киберпреступности, в том числе по ресурсам, которые находятся в нашем ведении. Но более нас беспокоит то, что кибермошенники стараются дезинформировать наших граждан от имени Федеральной службы судебных приставов с использованием наших реквизитов, наших символов. Они рассылают массово смс-сообщения гражданам о якобы наличии у них долгов. Соответственно, открытие такой смс-ки, либо перечисление средств по реквизитам, которые там указаны, это мошеннические действия. Поэтому, пользуясь возможностью, я хотел сказать всем нашим гражданам о том, что если они не оформляли подписку на смс-уведомления на сайте нашей службы, либо на едином портале государственных услуг, то служба судебных приставов такие уведомления смс-сообщениями не рассылает. Это всегда мошеннические действия. И мы рекомендуем в данном случае нашим гражданам обращаться в правоохранительные органы по признакам состава преступлений по статье мошенничества. Каковы в целом показатели работы службы в этом году? Насколько они отличаются в динамике от прошлогодних? Показатели службы все в росте. Это, конечно, может быть и неположительное, но для отчетности нашей службы, конечно, положительно. Что касается численных параметров, то, как я уже говорил, в прошлом году исполнительных производств было более 80 миллионов, а за 9 месяцев уже в текущем году уже 72 миллиона. Если такие темпы сохранятся, то мы по итогам года выйдем за 100 миллионный рубеж. Это то количество документов, которым мы ожидаем по итогам 2018 года. Что касается суммовых измерений, то в этом году мы уже взыскали 485 миллиардов рублей. Это почти на 20 миллиардов больше, чем в прошлом году за этот же период времени. Если говорить по чей адрес взыскания производится, то 66 миллиардов это в пользу взыскателей физических лиц, и более 240 миллиардов это в пользу юридических лиц. Вот такие общие показатели без категорирования по видам исполнительных производств. А еще с 20 сентября вы начали активно взаимодействовать с правоохранительными органами. Есть тут уже какой-то эффект? В первую очередь нас интересует в этом взаимодействии, конечно, Министерство внутренних дел, как основной наш партнер в работе по розыску и вообще по иным процедурам. И с 20 сентября действительно действует совместный приказ Министерства юстиции и Министерства внутренних дел о содействии органов внутренних дел судебным приставам-исполнителям в ходе реализации функции исполнительного производства, в первую очередь розыска. Результат очевиден только за прошедший месяц, а прошел всего месяц. Нами совместно с сотрудниками внутренних дел разыскано более 400 транспортных средств-должников, а это только месяц работы. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Еще раз поздравляю вас с праздником и в вашем лице всех судебных приставов в нашей стране. Успехов вам в работе. Спасибо, Наталья. До свидания.